Когда-то на этой планете был большой, гордый птица-обзорщик, который тоже все любит. И звали его Давид. Наговариваете вы на нас? Да-да-да. Я? Да-да-да. Я вообще не такой. Да-да-да. Я не такой. Хома ты, Тарас Сергеевич. Хома. Ты же видел, Хома. Я не похож. Да хватит орать! Я все время просто говорю, ты все время пытаешься ситуацию вывести на конфликт. Да, все, закрыто-открыто, хрен. Что происходит? Я ручку сломал. Какую? Салонную. Георгий Саевич БВ, говно, а как так-то? Доброе утро, друзья. Честно говоря, мне сегодня немножечко грустно. Господи, кто там что-то басит? И вряд ли серия сегодня будет такая, знаете, юморная, с нашими тупыми шутками и так далее. Потому что мы, наконец-то, везем сдавать клизму Тараса Сергеевича в ремонт. В кузовной ремонт. Слово сказать, Тарас Сергеевич, вот сейчас я попробую показать. Ходит, ходит, осматривает. Я вводил всякое, чтобы не было ничего лишнего. Правильно, мужчина, правильно. Вот, если вы помните, если вы помните, что летом, кажется, в апреле месяце, произошло ДТП с любимым автомобилем Тараса Сергеевича, он как побежал-то. И что ты антипку пугаешь? Чем? Присутствуем что-нибудь? Пи-пи-пи-пи-пи, сексолог бежит. Давайте покажем вот это замечательное лицо. В апреле, да? В апреле этого года, да, было ДТП. Было ДТП, на секундочку, друзья, сейчас октябрь, октябрь. Дело в том, что суть вот этой всей истории, мы хотели пройти весь путь простого человека-гражданина. Что это такое, сломалось? Ну, неважно. Простого человека-гражданина, если он попадает на стариком автомобиле, в ДТП у него есть полис ОСАГО, и он не виноват. Как это ни парадоксально? Я именно тот человек? Именно этот человек, у него было несколько ДТП преимущественно с Део-Нексиуми, остальные автомобили Кризма Тараса Сергеевича не интересуют вообще абсолютно. Вот. И началось все очень интересно. Значит, что случилось вот это вот ДТП, и мы решили как бы не сами делать автомобиль, а пройти весь путь. Да. Со страховой компанией. Очень долго страховая компания Тарас Сергеевич Рал. Не лёгок и тернист был этот путь, хочу заметить. Не лёгок и тернист, но, по счастью, у нас есть Серёга, великий и могучий человек, который занимается независимой экспертизой. И дело благодаря ему сдвинулось с мёртвой точки. С мёртвой точки, значит, один сервис отказался. Но пацаны рассудили на самом деле абсолютно верно. Ну, да. То есть ту сумму, которую насчитала страховая компания даже при помощи независимой экспертизы, сколько ещё раз? Со всеми издержками 46 тысяч. 46 тысяч рублей. На Кризма 2003 года. 2003 года. 2003 года. Да. И они отказались, ремонтируют пацаны. Мы пишем отказ страховой компании, и они как бы вам выдадут деньгами. Страховая компания не сдалась, она отправила в другой сервис. Мы туда приехали. И есть видео на канале, если вы отмотаете чуть-чуть, хотя нифига не чуть-чуть, где-то месяц назад. Да, да. Это всё не быстро происходит. Не быстро, да. Очень не быстро. Сможете посмотреть, как мы туда ездили, чем всё это закончилось. И вот они на октябрь записали на ремонт. И вот мы сейчас едем сдавать Клизму Тараса Сергеевича в ремонт. Да. Да. Именно так. Да. Чтобы освежить память, пойдёмте покажем людям вообще, что как, что куда. Ну, так сказать, о повреждениях. Да. Ещё раз по новой. Итак, в результате ДТП... Крылау-кейте, привет. В результате ДТП у нас пострадало крыло правое, фара, бачок омывателя, естественно, бампер, усилитель. Куча пластмассы снизу. Да, куча пластмассы снизу. Также здесь брызговик. Загнут немножко. Капот. Капот, где брызговик загнут? Ну вот, ну вот. Да, ну какой-то крепуха. Ну, крепуха, ну да. Да. А также у нас пострадал капот. Сейчас продемонстрирую, так сказать. Капот, естественно, был загнут. Ммм, с рюкдингом. Чик-чик-чик-чик. Паучок, не убивай. Не убивай, я шел, наверное. Беги, родной. Вот. Беги в фару, братан. Там тепло. Да, там тепло. И вот из-за этого оно теперь постоянно у нас мутнеет. Ну, потеет. Может быть не из-за этого? Нет, я извиняюсь. Я извиняюсь. Но, понимаете, я просто обязан подколоть. Тарас Сергеевич любит тюнинг. Да. И колхоз. Да. Так вот то, что мы сейчас видим, это яркое, так сказать, выражение колхоза. Да. Вот это вот все. Также у нас пострадала рамка. А где пацаны фару изобретут вот такую же? У меня вопрос будет по асанам. Где они это изобретут? Потому что мне саму будет очень интересно. Половина всего не подходит. То есть, смотрите. Если мы берем китайское крыло новое, оно сюда не подойдет. Это факт, признанный давным-давно. Слушай, у хорошего кузовщика подойдет? Нет, нет. Ну, оно подойдет, безусловно. Но это будет очень плохо. Данное крыло оригинальное. Оригинальное. И вот здесь вот вмятина, в принципе, для любого кузовщика вообще... А у тебя написано крыло ремонт или крыло замены? Любой поврежденный элемент в ДТП подлежит замене. Мне бы твоя уверенность. Надо почитать внимательно, что написано. Потому что вот это вот я бы на месте чуваков вот стучал. Ну, это понятно. Но в любом ДТП элемент меняется. По страховой никто не ремонтирует элементы. Именно они все меняются. Если бы оно было... Ты просто никогда не имел дело с отделом согласования, понимаешь, со страховой компанией. Ну, Георгий Александрович, все. Безусловно. Все, это все, Лидика. Давай, хорошо, пошли дальше. Настал тот день, когда она уезжает наконец-то в ремонт. Она не будет выглядеть... На полгода! Каких полгода? Ну, как практику. Она не будет выглядеть, как будто ее погрызли спереди, понимаешь? Это уже достойно лайка. Бампер. Бампер. Да, и ты представь, вот я езжу. А после замены фары, кстати, будет и эта фара заменена. Вот этот весь колхоз и тюнинг будет убираться. Сток! Ты так стычишь по фару, у тебя ржавчина сзади сыпется. Кстати, насчет задницы. Да. Что-то мне подсказывает, Тарас Сергеевич. Что? Ну, мы уже говорили об этом в видео. Но, по-моему, зазаряка вот этот увеличивается. Просто в геометрической прогрессии. То есть, как бы, часть клизмы идет... То есть, тянется к земле. Заднее ее крыло. Здесь должны где-то быть сломы тогда. Они и есть. Она поднимается на подъемнике? Все хорошо, ничего не происходит. На подъемнике она не за жопу поднимается. Сломы у нее вот здесь вот. Раз. Ой, ничего же, поцарапалась даже. И, соответственно, вот у нее когда-то был... Ну, это был рез. Рез. Я бы сказал, пил. Пил, да. Пил. Виталий Каховка, привет. И вот здесь вот пил. И вот здесь вот пил. Ну вот. Соответственно, видимо, изнутри какие-то силовые конструкции не были провариты, варены. Ага. И как бы оно пошло вниз. Ну, а это чисто... В нашем ремонте вот эта часть. То есть, в ремонте безблоковой компании, да, она не участвует. Она не участвует. Тут только время покажет, и что будет делано. А Саня, ты почему ничего не надо делать? Да что с ним сделаешь? Старое лжавое ведро. Ага. Ну, пускай гниет. Пускай гниет, да. А мы, кстати, тем временем уже должны отправляться. Поехали потихонечку? Да, давай. Давай, поехали, да. В общем, мы выехали. Тарас Сергеевич едет сзади. Я хотел с вами вот о чем поговорить. У нас, независимая эксперта, за существование, на самом деле, появилось очень много дружественных СТО. Ну, очень много дружественных СТО, вплоть до того, что хоть карты выпускают, знаете, скидки, вот эта вся история. И, на самом деле, нам гораздо быстрее, и, я вас уверяю, гораздо бы дешевле обошлось, если бы мы починили этот автомобиль бедный, несчастный Митсубиши Карин самостоятельно. Но! Реально захотелось пройти все эти семь кругов ада в городе Герой Ленинград, связанные со страховым случаем. Потому что безумно интересно, в какие ситуации попадают люди, огромное же количество людей, которые просто ездят по дорогам, как бы, на недорогих машинах и совершенно не виноваты в ДТП, но машинка у них старенькая. И, как бы, та сумма, которую насчитывает страховая компания на ремонт, порой не перекрывает. Ремонт. И, более того, мне сейчас безумно жалко парней, которые будут обязаны уложиться в бюджет на починку клизмы. Вы, пожалуйста, не путайте, когда какой-то автомобиль у друзей делает физическое лицо, да, то есть, там, берет запчасти с помоек, одно, второе, третье, прикручивает, ищет. Это одно. Но, когда действие происходит на территории СТО, где, соответственно, платится аренда, зарплата. И огромное количество накладных расходов и так далее, и так далее. Естественно, стоимость ремонта повышается. И, естественно, из-за того тоже надо что-то заработать. Вот. И, как бы, мне реально сейчас, ну, я понимаю, как бы, ребят, которые будут заниматься ремонтом клизмы. И, на самом деле, глубоко им, так сказать, сострадаю и сочувствую. Но, тем не менее, им страховая прислала разнарядку, они сказали, окей, починим. Вот. Самое интересное было бы, посмотрите, конечно, на процесс согласования. Есть внутренние вот эти вот отделы регулирования, когда на СТО сидит человек, и он общается с представителем страховой. То есть, какие запчасти ставить, туда-сюда, БУ-НБУ, новое. И зачастую, чтобы остаться в дельте, СТО, как бы, идет на некоторые выхищрения, вот, и ставит БУ-шные запчасти и так далее, и так далее, и так далее. В общем, режиме такое, что никому не выгодно ремонтировать старые автомобили полосами. Просто нет, ну, не выгодно. Реально не выгодно. Ну, а посмотрим, что получится с клизмой. Что же, дорогу ремонтируют, а? Молодцы, ребята, молодцы, красавчики. И спасибо, что не зимой. Увы. Так что едем. О результатах, как водится, сообщу. Серия такая умная, без тупых приколов. Так, в общем, мы подъезжаем, все виды кузовного ремонта. Но уже были интересные события, потому что мы заехали на бензоколонку, и Георгий Александрович, по доброй традиции, отломал ручку очередную на Антипыча. Это потрясающе. Как так получилось, хрен его знает. Ну, видимо, да, потому что я нажал, как бы, видимо, на кнопку и дернул, когда выходил. Черт его знает, как так получилось. Да подожди ты. Короче, хрен его знает. Видимо, придется разбираться. Будем чинить. Да, все, вот, закрыто, открыто, хрен. Что происходит? Я ручку сломал. Какую? Салонную. Георгий Александрович, бэвэ, говно, а как так-то? Ой, не спрашивай. Ну, я, короче, видимо, знаешь, когда мы на бензоколонку подъезжали, я одну локтем положил, значит, руку на кнопку, а второй начал открывать дверь. А пипка была, ну, ты понял. И, короче, там хрусь и все. Ну, это новая ручка, скорее всего. Значит, не знаю. Да, короче, не страшно, почини, выпусти меня, пожалуйста, Дрюк. Да, давай. Я тебе всегда буду теперь, типа, подходить и открывать ручки. Нет, все не сделаем, это не страшно. О-о-о-о, редкость работает. Да, пойдем. Да, мы тебе временем, кстати, уже приехали. Да, что, пошли клизму сдавать. Да, пойдем. Вот они удивятся. Узнаем. Что, как? Что, куда? А нам вот туда. Да, пошли, пошли. А тут дешевле, кстати, смотри. Ну, да, кстати, дешевле. Ну, везде есть кофейный аппарат, да, сейчас я на на колобах. А чего тебе евро столько? А я просто еще не перегрузил. А у тебя есть отечественные... Ты еще не поменял, в смысле? Да, да, да. У тебя есть отечественные деньги? Отечественные? Да, мне нужно немного, мне не хватает ровно 10 рублей. Это я в клизме сейчас достал, я думал, это 10 рублей, это твое. Мое, да. Все, нет, отечественных денег нет больше. Да как так-то? Ну, как-то так. Вот, нормально, все. А это такой бизнес-план у меня всегда. Это бизнес по-русски называется. Да, работает, работает. В курсе, да? Кофе будешь? Кофе буду. Друзья, друзья, если вы хотите экономить на кофе, просто носите с собой евро. Капец. Ты красавчик, я тебе хочу сказать. Ты документы взял? Да. Все, ждем. Сейчас. Я буду. А, пожалуйста, ты платишь хоть 2 стакана. Прикольно. И тем более у меня стресс. А я беру еврами. А, знаешь, что... Я еврами могу взять по курсу. Это, знаешь, что, это вот ты сглазил. На самом деле. По поводу. Ты сглазил. А что антипич, антипич, понимаешь? Это реально? Это все твои вот эти вот слова? Нет, это твоя карма. БМВ, это твое и твоя карма. Не, нет, нет. Ну, пока ты не сказал, все было нормально. Не, мое ведро на ремонте уже. Ну, почти. Пока ты не сказал? Ага. Все было нормально. У тебя даже номера. У-ка. Карма. Да, да. Георгий Александрович, вот какого, вот объясни мне, вот какого ляда, почему нам запретили снимать? А, я расскажу немножко. Нам сказали о том, что снимать нельзя. Я говорю, почему, чем руководствуетесь вы, когда мне это говорите? Это частная территория. Почему люди, которые не знают законодательной базы Российской Федерации, могут себе, ну, вот такое вот говорить? Что ты орешь? Так, а что не орать-то? Почему мне запретили снимать-то? Вот Тарас Сергеевич реально такой, харизматичный, восточный, тебе лишь бы парать. Как? На самом деле, все было несколько иначе. Все было несколько иначе. Просто подошел человек, причем вежливо, вежливо. Он не сказал, да и бля, убери камеру, мудак, вы все, все убери. Он подошел, вежливо сказал, пацаны, как бы, вернее, сказал, ребят, давайте, пожалуйста, ну, как бы, без съемок здесь. Я говорю, окей, хорошо. И Тарас Сергеевич, мляха, понесло. Я могу снимать все, что связано с моей личностью и с моим, ну, автомобилем, грубо говоря. Я могу все снимать. Я не, я, вот, ты, 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 мы же не привязываем, мы же ни к чему. Ни к месту, ни к людям, ни к чему. Я не понимаю, а, Тимон, почему ты так вообще по этому поводу? Ну, понимаешь, что, ну, не хотят люди, что в этом плохого, понимаешь? У нас нет никакой цели, там, блядь, что, скандалы, интриги, расследования. Да не, я сейчас чуваку подошел и камера в него тыкнул, что ли? Ну, нет. Ну, тогда бы он мне мог сказать, не снимайте меня, пожалуйста. Я вот человек, я не хочу. Вот это да, вот так он может сказать. Я просто к чему? И тогда, когда я выложу видео с ним, он... Да хватит орать! Я все время просто говорю, ты все время пытаешься ситуацию вывести на конфликт. Я? Нет, я вообще не конфликтный человек. Просто когда... Все время, блин, что ты орать, че, блядь. Да вот ты даже и сейчас начинаешь. Понимаешь? Даже и сейчас. Ты хочешь сказать, он прав? Ты хочешь сказать, он прав? Я... Нет, подослушай меня. Дослушай меня. Я тебе говорю про простое человеческое общение. В принципе, нам фиолетово, понимаешь? Это моя машина. Мне не фиолетово. Мой машина. Мой машина. Ты даже говоришь о моей машине. Я не понимаю. Ты сейчас... Вот ты сейчас... Вот я так считаю, что ты сейчас перешел на сторону того чувака. Я ненавижу, когда из меня делают дебила. Я ненавижу это. Тихо! И когда... Да подохвать-то ради, еще раз тебе говорю. А у меня есть простые жизненные принципы. Смотри. Если бы... Если бы он подошел и начал быковать. Ты даже вспотел. Подошел, начал быковать. И сказал, эй, бля, уберите камеру, ты лошара. Я бы тогда возбудился, понимаешь? Я бы, уф, тогда что начал делать? Но человек подошел совершенно спокойно. Здрасте. Пожалуйста, извините. Можно вас попросить? Когда человек просит что-то сделать просто по-человечески, у нас же не возникает с этим проблем? Я у него спросил. Он когда сказал, что не снимайте здесь, я ему сказал, почему? Он сказал, частная территория. Вот это меня и возбудило. Ты просто понимаешь, ты использовал, значит, вот такую форму подачи и так далее, и так далее, и так далее. Я тебя уверяю, если бы разговор пошел в другом русле, типа, как бы, ну, ребят, смотрите, такая история, вот эту историю, как бы там снять. Вот, все было бы нормально. Но сразу вот начинается вот этот вот выводный конфликт, который не ведет себя ничего хорошего. Ты как блогер, блин! Я буду считать, что ты перешел на сторону того чувака. Все. И я считаю, что это неправильно. Но я в какой-то степени его понимаю. Но если человек не хочет, понимаете? Так, я не тыкаю в него камерой. Я не тыкаю в него камерой. Я снимаю себя и свой автомобиль. Хочу! Могу! Что ты меня с людьми, ты брызжишь вообще? Ты же мой герой. Ага. Знаешь анекдот? Какой? Когда-то на этой планете был большой, гордый птица-обзорщик, который тоже все любил. И звали его Давид. Я тебе к чему говорю, что... Как говорил Леонид Ильич Брежнев, великий человек, кстати, у него был очень большой гордость. Что он сказал? Не снимайте меня, это красная территория! Нет, Леонид Ильич Брежнев говорил следующее. Живешь сам и давай жить другим. Не живешь сам и не давай жить другим? Наоборот. Живешь сам и давай жить другим. Я понял, нет. Я к тому, что все должно быть гармонично и спокойно. Зачем вот это все? Что ты? Сейчас едем в Антипо, что делать? Ручку, б**ть, будем меня! Ручку! Опять! Сейчас у меня будет пуха нарваться! Что за б**ть? Где Цезарь, кстати? На чем теперь будешь ездить? Ну что, на разборке все еще? Ага. В Евроавто поедем, там можно снимать. Там тоже частные территории, но можно. Так нормально? Нет, нет, а там я хоть раз кому-то что-то нагрубил по поводу съемки? Вот скажи мне, я хоть раз где-то кому-то вот сказал, что-то как-то не так или неправильно, что с твоей стороны? А потому что... Когда мне лепят Горбатого, я это ненавижу. Да потому что сначала я со всеми договорился. Спокойно, без истерики. И вот это вот, я буду снимать свою машину. Да кому ты нужен, б**ть? Ой, все. Так не хочу дверь разбирать вообще, б**ть. Да. Как так на ровном месте? Что такое? Карп. Во-во, видишь, ты перешел на темную сторону и все, и на тебе. Да это ты сглазил. О, теперь не надо, теперь я ничего не сглазил. Сука. Даже, даже номера. Ох. То есть ты хочешь сказать, что это я виновен? Не я в ДТП был виновным. Так, все. Вот ни в одном шарапе собака. Я не называю меня собакой. Гау-гау. Да хоть мяу-мяу. Друзья. Вы открыты для комментариев, пожалуйста. Все, стерпит. Вы б**ть, 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 б**ть. Да подожди. Дай вот мысль-то режиссер. Что ты орешь-то все время? Друзья, вы вот, пожалуйста, вот перейдите вот там, где комментарии. Они открыты. Они открыты. Вы напишите, вот вы на стороне сейчас Тараса Сергеевича или по обозу мысли и подобия на стороне Георгия Саныча. И лайки тоже ставьте под комментарии. Все, с кем вы согласны. Пипец. Пищать она куканет. Да, конечно. Да. Георгий Саныч, с ума сошел уже в райбен и складывает арматурку. Дай сюда. Да? Это единственное, что сейчас под руку попало. Ну, кстати, очень даже неплохая, я тебе скажу, арматурщина. Вот наша проблема. А, вот так даже. Да, и все, и швах. А, то есть она не просто у нас. Я тут немножечко все подразобрал. Да, Георгий Саныч, я тебе хочу сказать, да, ты шумкой такой, богатый прям, и внутри шумка, и снаружи шумка, и штатная шумка, и ничего не помогает. Меня дальше сейчас беспокоит. А где Радик? Он вообще весь СГМ склеил, потому что здесь-то все в негодность пришло. Слушай, да, вроде не должен был, там много все было. Да, да, нет, тут я вижу. Он уже и тут начал это все делать, смотри. Тут даже что-то ухоплинктовано. Радик. Нет Радика? Ну, что-то, ну, может, занят, я не знаю. Что за мистикой, когда нужен Радик, уродят. Короче, ладно, поехали за тросиком. Сейчас просто скидаем, руки помоем, сидим за тросиком. Вернемся и шумку переклеим. Не шумку, а вибро. Ну, вибро. Да, потому что там уже все, я все разорвал. Ну, да, 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 лучше переклеить, если будет харачо. Ну, знаешь, что хорошо? Что? В BMW. Чтобы этот тросик поменять. Господи, спасибо, спасибо, спасибо. Не надо снимать замок двери. А, обычно по-другому? Всяко бывает. Я понял. Ну, поехали тогда. Поехали, да, пошли. Полторы тысячи рублей. Ужас. Ну, а что делать? Не, ну, хотя эти оригинальные запчасти, это не так долго. Не, не, арига, арига. Да, ну, это хорошо даже. Я спешу заметить, до ловца и зверь бежит. Николаевич! Николаевич! Да. Поехали в Еврофта съездим. Здравствуйте, надо антинку починить. Ну, садитесь. О, нормально. С музыкой поедем. Да, да, да. Ну что, присаживайся? Да. Благодарочка. Уфа. Мощный Николаевич. В Петербурге солнышко и удивительное свойство есть. Вот реально у Александра Николаевича, потому что он всегда приезжает в самый нужный момент. И мы сейчас хопа-хопа, до Евроафта, там тросик заберем и все такое. Тарас Сергеевич теперь вновь будет ездить на БМВ. А где, кстати, Цезарь? Продал. В смысле, б***ь, продал? В смысле, за деньги. А когда ты успел? Пока ты спал. А что ты ничего не сказал? А что мне ходить? Тут в гонг бить, что я БМВ продал? Ну, обычно ты во всякие разные гонги-то бьешь. Вот. А что за причесывание было? БМВ, на, я никогда не продам. Ну, я просто, ну, как? Я наигрался, мне стало все понятно с БМВ, потому что это БМВ. Ручку вот за полторы тысячи я вот так не хочу менять, знаете. Трос. Да хоть трос, да. В клизме ни разу такого не было, понимаешь? Ни разу. За весь срок службы автомобиля. Я уйти вот прям... Не-не-не, ты от темы-то не отходи. Я вообще, я не понимаю вообще, что за... Что вот, а почему втихую так вообще ничего не сказал? Просто взял, продал. Почему? Сколько, понимаешь? Просто ты не знал об этом. Где простого? Опять же. Спасибо, Николаич. А проставим потом поговорим. А что втихую-то? Вообще ничего не сказал, реально. Георгий Александрович, это простыня. Не говоря уже о проставе. А кто еще знает? Ну, вообще все. Суки. Суки, разгонять вас надо всех, к чертовой матери. Ну, ты не интересуешься вообще-то. Какая-то закулисная херня началась. Да? Да? Да. Продал Цезарь, ничего не сказал? Он ничего не сказал. Ну, как, я сказал же. Я же вот тебе сказал. О чем тебе будешь ездить? Да, 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 нам все за них, значит, сюда. На метро тебе будешь ездить. Ну, ты, конечно, жулик, Сергей. Так, а что? В смысле жулик-то? Ты, конечно, вообще жучара. Нет, ну, Георгий Александрович, ну, просто я... Ну, что мне, смс-оповещение всем, что ли, устраивать? Я продал Цезаря. Ну, что такое? Прям как вот, ей-богу, прям... Даже не знаю, как тебе показать на это. Не, ну, Цезарь, я реально продал... О чем? Недорого. О чем? Для BMW недорого. Конкретно. Обязательно озвучивать? Зачем? Просто недорого. Что, у тебя как он... Короче, наварился на Георгий Александрович. 8, 9, 8. Что значит, наварился на Георгий Александрович? Не ты же мне покупал горку. Слава богу, нет. Но все остальное... Не-не, смотри в глаза. Что? Какой это заказ? Я же сказал. 8, 9, 8. Зелененький? Нет. Нет? Я еще не вижу. Я в глаза долблюсь, я не могу, понимаешь, вот это все переосмыслить. Пережить. Тут же, видишь, первый экран из четырех. Есть лайфхак. С семеркой. Никаких лайфхаков. Я в старой формации, будем ждать. Вот, видишь? Что? Все. А какой номер я забыл еще раз? 8, 9, 8. 8, 9, 8. А ты был на прошлой странице. Зелененький? Да. Пойдем распечатывать. О, похож? Да. Похож. Похож. Огонь. Слушай, вот такая... В игру, да, ребят. В мою игру? Юрий Александрович, интересно, удобно и хватит? А ты до этого, когда тросик менял? Этот нет. Этот нет? Нет. Тогда я думаю... Год. Поехали. Господа, закройки. Простите. А кто не закрыл? Я? Ах ты же, я не герой. Не, я просто хотел нежно. Так, я хотел поговорить о другом. На самом деле, бог с ним. Продал, продал. Николай Ильич поднял очень важную тему. Эта тема называется простава. Так, простава. Где она? Георгий Александрович, вот так вот, давай сделаем. Давай, 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 давай. Я даже возьму, Тарас Сергеевич. Ты подстава? Нет, я сейчас... Николаевич, вот мужчина ты. Вот ты просто сейчас хоркнул в телескоп, как сказал бы Радик. А что ты хочешь? Поляну. Шашлык, машлык, коньячок, маньячок. Все так, чтобы было по красоте. Собрать людей, цезаря помянуть. Почему помянуть? Отличная машина. За здравие. За здравие. За здравие. А? Третий тот за родителей. Как всегда. Давай не сегодня. Стой. Не, а что тянуть-то? Смотри, какая погода. Ну, погода в Питере. Последние теплые деньки в Питере. Мне что-то подсказывает, что вы меня сейчас разводите. Нет. Как ты мог подумать? Как ты мог подумать? Или ты столько не говорил о продаже цезаря, чтобы не проставляться? Чтобы скроить. И зная ваш аппетит, господа, легче роту накормить. Наговариваете вы на нас. Да, да, да. Я? Да, да, да. Я вообще не такой. Да. Я не такой. Хома ты, Тарас Сергеевич. Хома. Ты же видел, Хома. Я не похож. Не похож. Ну, а теперь я чувствую, что скоро у нас можно будет в паспорте пол-икс вписывать. Понимая. Давай, давай, шашлык. Шашлык коньяк. И ты не Хома. Хома, это по-фински сейчас. Зато толерантно. Ты где? Я не вижу тебя. Спрятался? Захерялся. Захерялся. На. Каждый счастлив в одиночку. Вот три диска. Денег нет. Да, конечно. Кому ты чешешь? Блядь. Кому ты чешешь? Благодарю вас. Спасибо, Николаевич. Вот Николаевич мужик. Вот мужик, Николаевич. Сэкономим и чуть-чуть. 6 евро. Ой, ладно, да. Сейчас антипку будем собирать. А тем временем, Георгий Александрович, как успехи? Слушай, смотри, все изобретено. Я смотрю, и шумку новую положил. Прям все вообще. Не шумка, а вибро. Тем временем, пока Радик еще не изобрел, понимаешь, я уже дверку здесь вот зашумил. Подружка, обрати внимание, как новый тросик, все, все дела. Да, все, все прикручено, все хорошо. Но очень странно. Что? Почему не тебе не помогает виброизоляция от шума? Но это вопрос у меня до сих пор открытый. Потому что BMW что? А, BMW, ну, пускай будет говно. Говно. Все, я пошел карту дверну. Давай, я якобы как Радику. Родионыч, Родионыч, ты красавчик, ты красавчик. Ты наконец-то, наконец-то продолжил шумить ситрика. А у вас что-то не получается, господа? Если бы Родионыч продолжил. Что, что? Если бы Родионыч продолжил. Простите, а к чему? К чему? А, то есть, вы снимаете или ставите сидение в этот момент? Ну, мы ставим потолок, для этого снимаем сиденье. А, то есть, сейчас будет все. Георгий Александрович, мы переходим к этапу внедрения потолка. Прошел год. Я думаю, самое время. Так просто похолодало. А, так тебе холодно просто стало. Причем Питер, это такой город, где уже можно в октябре еще в футболке ходить. Это на самом деле те редчайшие деньки, я тебе хочу сказать, в Санкт-Петербурге. Еще не вечер. Вечером пойдет сначала дождь, потом снег, а потом еще пять лет будет пасмурно. Я... А грозы не будет? Никто не знает. А, больно. Да. Кстати, к Радику присоединился Максим, потому что Радик один не справляется. Нет. Потому что Радик ленивый. Макс, вы красава, как отличный. Свой бартер. Свой бартер? Свой бартер. Ну, каждый занимается своим делом, понимаешь? Ага. Ты, да, да, да. Ну, можно и так. Это он с меня взял. Это он с меня взял, потому что я всегда говорю, что, пацаны, чтобы я помог, я ничего не буду делать. Я расстаюсь на то, что ты просто говоришь. Вот, вот, я, вот, я же про это и говорю. Веришь-то всякую чушь. Чушь? Чушь не все же бессискретное, вообще отвратительное, периодичное. А, ну, работа такая. О, Алексей Михайлович и его загашники. Нет, дырных, дырных. Белесереньких. Что? Волнуешься? Я? Я понял, нет. Закрылась. Удивительно. Открылась. Еще удивительнее. Еще удивительнее. Потому что это нам не мешало никак. Сейчас где-то ручки попадало. Сейчас давай. Давай. Открылась. А с этой ручки? Да что ты делаешь? Что? Все. Все. Мы проверили на работоспособность весь автомобиль, Георгий Александрович. Все. Работает? День, что-то такой. Насыщет. Такое количество потрясений и для нас, и для наших подписчиков, что пойдемте-ка лучше с ними финалочку. Да, да, да. Хватит на сегодня. Да, да, да. Погнали. Ты сейчас за куртку одену? А, давай. Это же Питер холодает. Да, к вечеру очень. Двоякие чувства, на самом деле, сейчас у меня в голове. Че это? А первые... Мощный каен уехал. Первое чувство, это я, на самом деле, очень рад, что мы прошли вот очередной чекпоинт и все-таки сдали, сдали клизму в кузовню. Это только очередной. Очередной, да. Я надеюсь, я думаю, что все будет хорошо. Починили антипычи, все говорят, почему так мало серии про антипычи? А, ну, что, какой смысл снимать, как раз в полгода ручки меняются? Ну, да, там четко раз в полгода ручки, все нормально. Друзья, будем держать вас в курсе, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Я думаю, под этим видео будет множество в комментариях, потому что есть о чем поговорить. А это мы в комментариях потом посчитаем, есть о чем поговорить. Конечно, есть о чем поговорить. Гараж Тулс, вы лучшие. Я отправляюсь антипычи, отвезу на мойку, люкс, там все дела. Георгий Саныч, всем пока. Георгий Саныч, домой подвези. Только после проставы. Суки. Субтитры сделал DimaTorzok